Большой черный куб, обнесенный забором, так сейчас выглядит постамент, на котором раньше стоял памятник Ленину. Внутри возведенной тепловой конструкции кипит работа. Самая важная задача сейчас – реконструкция постамента, рассказал представитель подрядной организации, которая выполняет эти работы. Основные задачи сейчас выполняются. Мы ремонтируем сами эти гранитные блоки и меняем швы в самом постаменте. То есть мы планируем туда вытащить оттуда свинец, заложенный еще в советские времена, видимо, в самом постаменте. И будем туда высокопрочный герметик, термический, стойкий. И после этого будем заниматься низом основания, будем его заново бетонировать и восстанавливать, штукатуривать, красить и ставить обратно вождя. Напомним, осенью прошлого года памятник вождю пролетариата из-за сильного ветра накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Его демонтировали, провели обследование конструкции и разработали проект восстановления. Однако подрядную организацию, которая взялась бы за эту работу, долго не могли найти. Осенью этого года право исполнения контракта по реконструкции памятника Ленину выиграл подрядчик ООО «Спецантех». Сумма контракта – миллион триста тысяч рублей. Помимо самого постамента испытания временем не выдержал и сам вождь. В данный момент над ним работают наши специалисты. Мы все работы производим на базе. Мы были вынуждены его спилить, меняем его в шильдера, который там внутри находится, укрепляем, готовим к монтажу обратно. Работа, я думаю, будет выполнена в соответствии со сроком контракта. Я думаю, до конца ноября мы уже выйдем на монтаж этого памятника. Вождь на площадь вернется уже в декабре, а значит, к новогодним праздникам площадь обретет привычный облик. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.